дорогие друзья сегодня очень непростая тема тема которая требует особого внимания эта тема исцеления людей от которых уже отказались врачи как безнадежных людей которые заболели последней стадии онкологии или другими страшными болезнями я считаю что у всех этих людей есть шанс на исцеление на выживание этим шансом надо как-то воспользоваться и вот сегодня как раз об этом и пойдет речь как вылечить таких людей в качестве примера я хочу привести тот случай когда люди приходили на поклонение к святым мощам или к святым местам куда-то прикладывались там к этим мощам и излечивались внезапно но сейчас я на этом не хочу зацикливаться мы к этой теме еще вернемся позже я объясню что это такое и как оно действует а пока давайте разберем что такое человек что это за биологический объект и как он состоит с научной точки зрения из чего он создан точнее сказать как известно человек состоит из информации из клеток из молекул из днк из каких-то генетических кодов в принципе человека даже можно клонировать хотя это пока не научились делать но теоретически это уже возможно опять таки потому что человек это своеобразный биоробот и знаете что я как ни странно хотел бы сравнить тело человека с компьютером именно с ним есть очень много общего например у человека есть свой микропроцессор называется он мозг который руководит всей этой системой как и компьютер человек состоит из информации из кодов в днк и тому подобных кроме того человека есть оперативная память и постоянная память сами знаете так вот у человека бывают болезни у компьютера вирусы компьютер может их изгнать если запустить специальную антивирусную программу и сам себя очистить от всякой скверны как говорится но человек заболев лежит и глотает таблетки если же он заболел чем-то страшным таким как онкология то его начинают лечить химиотерапией которая калечит его организм еще больше чем сама болезнь а ведь можно наверно в человеческом теле запустить эту самую антивирусную программу как вы думаете возможно я думаю да так давайте опять вернемся к вопросу поклонения святым мощам лично я не верю что в этих самых мощах в этих мертвецах пусть они даже святые есть какая-то исцеляющая сила вряд ли но смотрите когда человек стоит в очереди на поклонение к этим мощам стоит часами его подсознание происходит настоящая революция он полной уверенности того что он сейчас подойдет приложиться к ним и выйдет здоровым начинает сам себя перенастраивать если эта уверенность охватила его на все сто процентов без тени сомнения происходит чудеса исцеления которые ставят медицину в тупик почему это происходит в человеческом мозге как в процессоре компьютера тоже есть свои функции он может управлять всем организмом человек даже не знает о всех своих способностях на самом деле а их гораздо больше чем мы думаем мозг дает импульс дает такую программу как бы приказ всем клеткам перестраиваться убрать болезни чтобы новообразование исчезли вирусы тоже ушли и тому подобные вот неприятности покинули организм подобно тому как в компьютере антивирусная программа изгоняет всякие вирусники всякие неприятности если человек сто процента без тени сомнения в это поверил то он будет излечен теперь если у вас в семье есть такой больной человек которому уже осталось мало жить он уже умирает попробуйте его тоже свести на такие святые места если он стопроцентно в это будет верить что он приложится к ним исцелиться я думаю успех будет главное чтобы он в это безоговорочно поверил есть еще вариант попробуйте его элементарно обмануть подсуньте ему какие-нибудь витамины бесполезные можно сказать а скажите ему что это уникальное лекарство что его разработали в германии или в израиле что там нанотехнологии если он будет в это верить их принимать вполне возможно в его клеточном уровне произойдет тоже революция он может себя перенастроить на исцеление поверьте мне это возможно ну что касается если у вас у самого такая неприятность то настроить себя на выздоровление будет наверное сложновато самого себя обмануть трудно я понимаю ну попробуйте как-то себя переубедить настроить найти в своем мозге вот эту кнопку которая включит программу исцеления на клеточном уровне я верю что и вы если вы чем-то тяжело больны обязательно исцелитесь надо верить включит включит включит